И еще один секрет, расскажу, это просто военная тайна. Работаю в розовых топчулях, если вы не знали. Буэнос-Айрес, приветствуем вас на нашем крутейшем канале в клубе любителей поклеить танчики своими руками. Сегодня хотим поделиться с вами нашей работой. Мы будем клеить морскую баночку под ключ. Это будет система полностью аквариум, самка и даже емкость для накопления воды. Сейчас покажу картинки, а дальше потом быстренько все за одно видео покажу, как мы все это сделаем с вами. Вообще по-хорошему, наверное, надо было картинки вставить прямо сюда в видео. Ну ладно, я вам тут на компе покажу. Вот такая баночка, то есть тут сама банка, будет шахта вклеена, самп и емкость для воды. Вот в перспективе так это будет. Тут будут модные еще перегородки черного цвета внутри сампа. Клиент захотел, думаю, будет красиво. Вот, вот сверху, то есть шахта с двумя отверстиями, как обычно с переливом. Ну вот такая баночка. Тут вот есть габариты. А кому интересно, я все детали этого проекта выложу в группе ВКонтактики. То есть если вам нужна точно такая же банка, а это мой любимый размер, это 1200 на 500 на 500, но это, по-моему, на 600-500. Обожаю вот этот размер и думаю, что вам тоже понравится. Вы сможете размеры этих деталек все посмотреть в группе и, например, заказать стекла себе, потом запилить такую штуку. Ну мы, как обычно, начинаем все работы с подготовки поверхности. Клеить мы будем сегодня прямо на полу, на кафельном. Это жесткий пол с хорошей основанием. И вот такие толстые столешницы мы взяли. Будем прямо на них собирать. Хочу обратить внимание, это на самом деле очень важный момент, на котором я раньше не заострял. Внимание, очень важно твердость основания поверхности. Нельзя клеить на ламинате. Ну вот на мягком, да, без предварительной подготовки. Нельзя клеить на линолеуме. На ковре тем более. Я видел несколько раз, ребята на ковре проклеили. Почему? Потому что стекла продавливают такую поверхность, и у вас в швах могут возникнуть такие трещинки. На самом деле такой секрет дикий. Обычно молчат спецы все. Но на это важно обратить внимание. И вот у нас как раз жесткий кафельный пол. Значит, смотрите еще какая штука. Мы подготовили вот это основание, да, но не будем, как обычно мы делаем, ставить брусочки, да, на которые мы дальше выставляем стекла, чтобы возиться. То есть вот эта штука у нас ровная, и мы на нее прилепили такую вот стретч-пленку. И прямо на этой пленке будем выставлять. Тут стекло тонкое, пятерка, и в принципе она только с одной стороны высохнет. Ну, в смысле шов будет просыхать, с одной стороны высохнет. Если у вас стекло десятка, например, и вы хотите на таком же основании делать, вообще вот так, наверное, правильнее, то нужно подложить лист бумаги тонкой. Посмотрите, есть видео, где мы клеили довольно большую банку, называется, по-моему, аквариум на тонну. Да, и там мы как раз в одном из первых видео, я ссылку сейчас сделаю, подсказочку, там показано, как мы выставляем стекла прямо на фанеру. То есть не как обычно мы на бруски ставим, прямо на фанеру. Тоже такая, вообще, полезная штука. Мы одновременно убиваем клеем так, что можем эту самую эстафету до острова. Кто лучше склеит? А-а-а! В связи с дизайном. Ну, кто быстрее, это я точно выиграл. Это точно. Мы, значит, сейчас вот подготовили для двух емкостей дном. Ну, кто-то подготовил, кто-то не открывает. Наклеили скотчки, прямо смотрите, прямо сейчас будем его укладывать на... Это все какое-то звание, на подложку. Прямо вот. Вот еще такая мелочь, может быть, вам пригодится. Вот эта боковая стенка, вот эта лицевая. И они, естественно, должны быть, торец лицевой стенки и плоскость боковой должны быть в одной плоскости. Но вот так, проводя пальцем или на глаз, бывает трудно понять. Возьмите кусочек прямого пластика и проверьте. Вот у меня боковая немножко выпирает, буквально там на какие-то десятые миллиметры, и уже упирается. Сейчас мне надо немножко утопить. Вот у такого способа выставления стекол на пленку, да, есть преимущества еще, да, кроме того, что не надо возиться с брусками, а ты взял толстую столешницу, и у тебя все стекла точно в одной плоскости стоят. Еще стекла очень хорошо прилипают к пленке и не ездят туда по бруску, или тем более, если вы пластиковые какие-то подставочки возьмете, то стекла вот скользят, а тут они прям прилипают все равно к этой пленке. Ну, процесс идет у нас. Одну коробочку мы собрали сам. Вот. Ну, как мы, я собрал одну коробочку. Вот. Вадим свою только собирает. Я уже все выставил, проверил зазоры, и сейчас можно будет начать склеивать. Я закачал сейчас дно, сейчас буду делать вертикальные швы. Это делается для того, чтобы вот эти вертикальные швы, они более ответственные, должны быть как бы красивее. Поэтому, то есть, я как бы ими заканчиваю вертикальными швами, закачиваю, и с них же начинаю формирование. То есть, получается, у меня вот эти вертикальные швы будут сохнуть меньше всего, и шов получится красивее всего. Теперь еще один такой лайфхак. Скотч можно отрывать уже, собственно говоря, но он будет тяжело рваться, его можно побрызгать. Вот уже мылом. Он намокнет. И будет отходить намного легче. Сухой, особенно если ты обезжирил стекла перед тем, как наклеить скотч, то скотч очень хорошо приклеивается. И если сильно тянуть, то можно и выстегло отбернуть. И порой скотч... Да, и скотч еще рвется. Я вообще столько плюх полезных рассказываю. Сжимайте лайк, мне надо рейтинги, поднимайте видео, чтобы делать больше видео. Вот сняли скотч, и уже получилась вот такая лялечка и лисичка. То есть, уже потом, ну это для ленивых, да, вот уже потом чистить ничего не надо. Швы все супер-пупер. Ну, прям леденец. Прям мякотка. Пацаны, кто-то смотрел до сюда, получает эксклюзивные вообще, эксклюзивные предложения, бонус, шпах в розовых тапках, играет, ну как играет, на балалайке. Это озвучка, чтобы этот, как это, YouTube, не больно, за авторские права сразу, как бы у нас онлайн-озвучкой. А сейчас я веселый знаю. Жалко, частушек матерных не выучил, надо было рейши, я, как обычно, не готовлюсь. Нам сейчас предстоит склеить вот эти самые две коробочки, мы склеили. И сейчас предстоит нам собрать вот практически точно такую же банку. Это 1300 на 600 на 500, а собирать нам надо 1200 на 600 на 500. Мы, по-моему, с тобой, Вадим, уже можем такие эти банки в серию делать. Да, много работают. Нет, нет, я даже, ну я не смотрел даже. Ты верни и сел. Мы выставили нашу баночку, сейчас она отстоится, да, какое-то время, там, часов 6-7, и мы приступим к закачке. Нет, стоите, я что имею ввиду? Где-то просядет брусок, где-то там ослаблен струбцина и так далее, чтобы этого не произошло, когда мы уже закачали. Да, это может привести к трещинам в швах. Вот это, кстати, полностью из опти-вайта сделано, такая она голубенькая. А здесь, ну, отличается. Здесь все стекла, кроме лицевого, бесцветные, обычные. Ну и по цене, соответственно, вот они две эти одинаковые банки, а по цене материалов там практически вдвое, если не больше, отличаются. Друзья, продолжаем наш КВН, аквариум немного отстоялся, сейчас будем закачивать швы и формировать методом с носиком, прекрасно вам знакомым. Хорошо. Хорошо. Ага, я скажу. Внимай. Супер. Супер. Ага. Отлично. Отлично. Сейчас опрыскиваем швы и формируем изнутри и снаружи, как обычно. Как вы торопитесь? То есть, торопитесь, спешите. У вас что тут сохнет все. Да уж. Так, это последний, да? Да. Тянется уже, да? Немножко. Мы собрали баночку, все проклеили, теперь ждем эдак дней 10, пока высохнет и наши две баночки, которые мы сначала клеили, и это, и дальше будем здесь зачищать излишки, а во вторые баночки будем вклеивать перегородки. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин